Красивые цветы Хомерка, давай руби! Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 кто приходил до наш короболта разведчик ну что за человек никакой дисциплины хочет днем придет захочет ночь а то может пропасть на целую неделю человек он известный от командования при моем пришественнике именное оружие получил но вот уже целых три года ищет отца катрабанда и все напрасно че надоест мне вся эта партизанщина и пошлю я его но человек уверен конечно только шальной немного и странный веришь оля я ничего о нем не знаю а сама на себе ничего не рассказывает мало с такого я рода как здесь принято спрашивал бойцов всегда такой говорят всегда кароболта это же не его имя люди его так за характер поразвали по-нашенски значит черный топор у вас их деревня и бабушка я кароболта привез с перевала полузамерзшую она из тех кто до сих пор возвращается на родину из китая после восстания в чем дело не хотел сдавать оружие шлось попугать немножко где его взяли а здесь за воротами ты кто я приехал кароболте его нет ты чей сын отвечай бандюга если не знаешь кто я нам не о чем говорить это тай сын калмата его обижать нельзя сын разбойника что ты повторяешь слова белого царя мой отец честный человек когда царский уездный отобрал нашу землю он убил его и увел весь род в горы он уже много лет скрывается в горах все равно он разбойник уйди я не хочу с тобой разговаривать Болван! Под замок его! Кондрессий! А кто такой калмат? Да старик один, глава рода. Чёрт его знает с кем он. Засёл в горах сычём, и во всех стреляет. Сам себе бог, судья, республика. Ходил к нему агитировать. Так не подпустил. Троих бойцов потеряли. Видимо, старая обида в нём. Ну, а людей у него много? Не думаю. Должно быть целый род, но какой? Говорят, бабы не хуже мужиков стреляют. Интересно. О чём хотел поговорить этот парень с короболтой? Ну, было бы не чисто. Мальчишка сюда не приезжал бы. Я здесь никому не верю. Вчера в Маках убили ещё одного бойца. Что не Чапанта, который бандист? Вчера в Маках. Вчера в Маках. Вчера. Вчера в Маках. Пусть он рассудит, кто из нас вор. Пол горы, пол горы едет. Ну и воняет. А говорят, что деньги не пахнут. Товарищ начальник, взгляните. По-моему, он здесь камень принес. Это может быть твою башку этим камнем, недоумок. А что делать, если моей старухе не в чем из дому выйти? Не подохнет она. Ты что, забыл? Это лекарство государство ценит на вес золота. Хочешь, скажу командиру, чтобы он тебя арестовал? Пошел отсюда. Завтра же принесешь полкило чистого опия. А не то прикажу сдать тебя в ГПУ. Витя, чай. Товарищ Кондратьев. Да. Базар вам дал новое имя. Кугара. Это для наса, что ли? Да, Кокурев по-киргызски. Кугар звучит. Ну, не обращайте на них внимания. Учего только я не слышу на базаре. Здесь несправимый народ. Да, все они контрабандисты. Мы должны границу закрыть накрепко, чтобы настоящий порядок был. Да, да. Я ехал с целью агитировать вас. А вижу, вы все сами хорошо понимаете. Хороший чай. Я два года служил в Бухаре. Ага. Но и вот теперь жить без него не могу. Ага. Да, а что вы знаете о Карабалте? Карабалта? Да. Берите. Кто только его не знает. Он странный судьбы человек. Люди говорят о нем что он сродни небесам, подобен соколу, ищущему родную скалу. А вы видели его головной бар? Да. Такое киргизы не носят. Это казахский долбай. А привязанный к луке седла. Аркан заметили? Нет. Это калмыцкий аркан. Из кожи вола. А он что же не киргиз? Киргиз! Настоящий киргиз! Только он скитался по разным народам долгое время. Говорят, при Николае за убийство на каторг был в Сибири. Оттуда бежал. Прятался у казахов. А здесь на Исакуле был вожаком группы джигитов во время восстания в 16-м. После в Китае забрел к черным калмыкам в общем герой. Стой! У меня не две головы, чтобы вас обманывать. Раз нужно, помогу. Спасибо. Продолжайте. Я могу положиться на вас. Наш разговор останется в тайне. Конечно, не беспокойтесь. Хорошо. Я знаю одного порядочного человека, который может рассказать вам все о контрабанде. Золотой урод хороший человек, потому что он боится всего. А кто такой золотой урод? Это я. Я хочу разрешения ездить за вами, когда пойдет отряд ловить контрабанду. Зачем? Я не буду вам мешать. Я буду ехать сзади и собирать брошенных лошадей. Ну, а кто их бросать-то будет? Контрабандисты. Они берут и лишних лошадей, чтобы побыстрее пригружают в юг нас свежих, а уставших бросают. Ну, а нам-то от этого какая польза? Большая польза. Хочешь узнать, куда идут карабаны? Куда-куда? Конечно, за границу. Э-э-э, Гогар, ты тоже китрый. Караваны идут не за границу. Скажи, куда? Сперва ты скажи. Можно ехать за вами? Подбирать лошадей? Ладно, будешь. Я не хочу лишиться своей головой, но тебе, начальник, скажу. Вышелье Козелинкур за перевалину и склад опиемом. Большой склад, сотни мешков. Ты что-то слишком много знаешь. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Правильно, начальник комиссар. Я еще знаю, если захватить этот склад, отец контрабанды в один день станет бедней мне. А кто такой отец контрабанды? Ха-ха-ха-ха. Этого не знаю. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Нам здесь не пройти. Под снегом могут быть трещины. Клянусь детьми. Я не знал, что лавина закрыла тропу. Если не верите, убейте на месте. Вставай. Вставай, пойдешь первым. Вставай. 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 Продолжение следует... 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 Черный верблюд бессилен, когда ноги тонут в глине Люди проклинают землю, потеряв в себе святость Я, Биржан, гордость всех трех казахских земель Из жизни ухожу, не найдя ее смысла Запомни, мой сын Тимиртас Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Конь мой любил пить росную воду с ладоней моих Знаю, что уже седок ему не тихий предназначен Я был отцом, что тащил груз жизни, как волк С ним ухожу, чтоб ты нес свою лишь поклажу Запомни, мой сын Тимиртас Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ничего, я здесь Короболта Субтитры создавал DimaTorzok 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 За палача в Каракойской тюрьме работаю. Врублю голову. Ложь. Но люди верят. Потому что во всем разве верились? Потому что столько зла и горя они видели в недавнем прошлом, что всякое небылице для них кажется правдой. Я был на царской каторге. Думал, боли унизить человека, как там нельзя. Боли узнать также нельзя. Но человек. Но то, что увидел после восстания в 16-м в Кашхаре, до сих пор кошмаром снится. Я не о смерти говорю. Человек не врячий на землю. И не о несправедливости. Она была. Пока будет, наверное. Я о святом человеке. Что помогает жить ему, пересиливая смерть, горе, несправедливости. Святой в душе. Это мать. Брат. Сын. Земля. Но когда брат отступается от брата, мать продает свою дочь за чашку пшена, когда родная земля становится злой мачехой, и целый народ идет по миру с протянутой рукой, и смерть ждет, как избавление, это страшно. Страшно, товарищ Кондратьев, когда человек перестает быть человеком. Я нескористосал башевиком. И с благодарностью. Таким к ты. К нашим ребятам. К этому человеку. Он вернул мой народ в жизнь, а земши души согрел. Вернул веру человеку. Ты думаешь, я обижаюсь на тебя? Нет. У меня была семья. Мать. Жена. Дети. Наш рот кочевал 30 юртами. Никого не осталось. Пойдем, Кондратьев. Мишка, принеси еще дров. Ты думаешь, Крыбал-то наврал о Гупином складе? Не знаю. И все-таки ты был неправ с ним тогда. Тоже не знаю. Может быть и так. Жамгирчи. Иди-ка сюда. Видишь? Вот здесь за тремя ущельями, золотой рот, говорит, находится опийный склад. Да и Карабал-то тоже, говорит. Мы перехватили несколько мелких караванов с опием идущих в то направлении. Короче, думай идти туда. Действовать, понимаешь? Отца контрабанды, если есть таковой, обанкротить, закрыть для него последний перевал. Джамгирчи, ты поведешь нас на Кизыл-Уркунь? Нет. Я не знаю туда дорогу. Много, много дней надо ехать туда. Сколько? Неделю? Две. А может больше. Твоя скерп плохо сидит в седлах. Высоко в горах, снежная лавина, тетёк. А ты меня не пугай. Ну так как? Пожальник, возьми проводико Матая, а? Ты что? Ты хочешь идти туда? И где нет дорог, Атай проведёт тебя. Он никогда не курил, не пил вина. У него нюх, как у волка. Так. А он не сбежит? Куда побежит? Потомок Батыров. Разве он заяц? Нет, не подойдёт. Кондратий. Возьмите мальчишку. Он вам не помешает. Джимгерчи, ты поведёшь нас. А Атайя возьмём пленным. Пусть и он сломает себе хребет на этом пути. Хороший волчонок. Гляди, коллега, как надо сидеть в седле. Да, он лёгкий, как пушинка. А у меня, во какое хозяйство. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Время отвернулось от вас. Страх овладел вами, и завтра рабами станут ваши дети. Разве вы хозяева своего озера? Нет. Вы боитесь родных гор? Если хотите спасти своих детей, поднимайте весь род за мной. Там, за кордоном, я смогу исцелить вас. Джигиты получат от меня винтовки. Идти будем через перевалку ЮКА, где властвует Калмат. Старый отшельник теперь пойдет нам навстречу. Его сына Зеленый Осапа садил за решетку. Да благословит нас Аллах, да поддержит нас добрые духи. Кто останется здесь, тому не миновать рабство. Слышите? Сегодня же ночью уходите в горы. Соберемся у красных скал. Скажи, Ибрай, что я там буду делать? Тогда оставайся и подыхай у порога неверных. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Папа. Это моя папа. Урод-добрак. Помогите! Помогите! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Что, Батыр? Не узнаешь? Вот так блудный сын не узнает своего отца. СМЕХ Погоди, Кучкач. Может, перед смертью придут к нему слова молитвы? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА На колени, сукин сын! Моли о пощаде! Счастье обошло меня. Раньше я не знал, кто ты. Выжги мне глаза за это. Оторви руки, которые касались тебя. Сколько душ ты загубил. Заразил неизлечимой болезнью. Ты в ответе перед народом! О, черт! Несчастный! Коза сама разродиться не может, а идет к овце в поветухе. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты смел, но глуп От имени какого народа ты говоришь? Твой народ умер, понял? И его не воскресить Хоть кричи, хоть плачь А ты мне еще о честь его заикаешься? Дурак Эти бродяги давно потеряли все человеческое Они живут по волчьему закону Сильный поедает слабого, большой маленького И им не нужны твои идеи Им нужен мой опий, слышишь? Только он даст этим отверженным счастье А счастливые послушные Хватит о своем собачьем счастье Нет Это ты, собака Хотя корчишь из себя ангела Следил за тобой, думал, опомнишься А ты все лаял на меня из подворотни красных Что случилось, Карабалта? Что вы с ним сделали? Если бы не ты Эта несчастная давно была бы в раю Ты привел ее сюда Сделал рабыней Взял на себя этот грех Убей меня, чудовище Я ненавижу тебя Теперь ее душа будет благодарна мне Оставь, Кучкач Не пачкай руки Пусть его убьют те, кому он служил Собаки, собачья смерть Мерзавец Семь смертей обойду Все равно найду тебя Эй, вы не тарапыги Уже расцвело Быстрее собирайтесь Где Калыча? Калыча? Не знаю Ты что вырядилась, как на праздник? Семь смертей обойду улки Семь смертей обойду Продолжение следует... 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 Нож! Осторожней, нож! Подержи-ка меня. Соломатин. Я. Отвезешь его и Голика вниз к Караколу. Похороните, пожалуйста, в городском парке. Передай ему просьбу командованию. Чтоб же мгерчи одели в нашу форму. Как герои бойца Красной Армии. Ковары. Ковары. Я видел следы. Около полусотни лошадей, ушедших в сторону. Шишкин, останешься с пленными. Не зевай. Рахмат. Спасибо. Шишкин. Шишкин. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Поэтому тот контрабандист и набросился на меня с ножом. А людей вроде бы не видно. Наверное, разбежались после наших выстрелов. Каминка, ну-ка, пересчитай. Товарищ командир, товарищ командир, там дверь. Что? Дверь, скаля. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Открывайте. Давай, ты. А ну... Ну что, вы водитесь? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Тьфу, вонище. Товарищ командир, там мешки с лекарством. Товарищ командир, отца контрабанды. Ну-ка. Своё добро отец контрабанды спрятал у самих духов. Но ты благодаря мужеству нашёл его. Мояил отсюда недалеко. Отец будет рад видеть себя гостем. Хорошо. Кто бы мог подумать. Да. Ты поезжай к отцу. Скажи, завтра приедут гости. Командир ругаться будет? Не бойся. Я ему объясню. ВСАДНИКИ ПОКАЗАЛИСЬ ГОСТИ ЕДУТ ЕДУТ ГОСТИ ЕДУТ ГОСТИ ЕДУТ Вставайте. Встречайте гостей. Мальчик мой сам гостей позвал. Значит, стал уже настоящим мужчиной. Тетушка Айм, это не Атай. Здравствуйте. Дедушка, дай мне, дай. Возьми. С приездом вас, почтенные. Спасибо. Потропитесь с угощением. Хорошо. Это ты так стреляешь, негодный мальчишка? Такой большой джигит, а в птицу попасть не можешь. Погоди, все расскажу твоему деду. Не с добрыми вестями мы здесь, Аксакал. Житья не стало от этих зеленых фуражек. Атай и Карабалта у них в плену. Был склад в Красном ущелье, и тот захватили. Если поможете, отобьем склад. Тогда половина добра ваша. А там, через перевал Коюкап, с Божьей помощью. О, небо. Ночью мне приснился сон. Видно, старею. Одно и то же вижу. Будто струится вода между пальцев. И мне легко и приятно. О, почтенный. Вода одна из четырех стихий жизни. Это хорошо, когда она снится. Будете долго здравствуйте. Нам уже нет приюта на этой проклятой земле. Зеленые фуражки сегодня у вашего порога. Завтра они будут хозяйничать в юрте. Будьте осторожны с Когары. Земля не теряет свят. Ее теряют люди. Когары едет ко мне в гости. О, создатель. Какой он вам гость? Зеленая оса обманет вас. Человек, не пожалевший Атая, думаете, вас пожалеет? На гости моего сына. Я не подниму руку. Зеленая оса поступил верно, уничтожив твой ядовитый склад. Короче, и на ту сторону не пропустите? Да, там нечего вам делать. Здесь прозрастная юрта! Пойдите посты! Здесь прозрастная юрта! Пойдите посты! Пойдите посты! Пойдите посты! Пойдите посты! Пойдите посты! Пойдите посты! Здравствуй, господин! Постой! Пусть бойцы проводят тебя до ущелья! Там могут быть разбойники! Не надо! Ты забыл, что я сам сын разбойника! Золотой рот! Как разыскал нас? Ой, начальник! Твоё имя у всех на устах, начальник! Ты стал знаменитым человеком! Ну, мне помнишь, значит, хороший человек! Как же мне забыть тебя? А я приехал за твоим обещанием! За каким таким обещанием? Ха-ха! Товарищ начальник! Зачем забываешь? Ты мне разрешил ехать сзади и подбирать лошади после контрабанды! Ха! Ещё захотел! Лошади нам самим нужны! Видишь? Мешки грузим! Это правильно, товарищ начальник! Но не надо тебе делать! Грузи! Это почему же? Мне прислал один большой человек! Но хочу сказать правду! Этот человек просил тебе сказать, оставь опием, уходи отсюда! Слушай! Передай этому человеку, что он болван! Правильно, товарищ начальник! Он действительно болван! Но он сказал, если отсюда идёшь, тогда получаешь свою жена! А если нет, то я боюсь сказать! Ты что, с ума сошёл? Твой, твоя жена у этого человека! Где она? Где она? Где отец контрабанды? Я могу сказать! Он недалёком ущелье! Но твоя жена может умореть раньше, чем ты сделаешь первым и быстрым! Слова-то очень большие! Про них надо долго думать! А потом решать! Сколько у меня дней для ответа? Три дня! Три дня! Три дня! Три дня! Три дня! Смотрите! Недаром говорят честному джигиту, и дичь сама в руки идёт! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok что теперь делать можешь погреться у огня а пусть бросить винтовку и сойдет с коня бросай винтовку какими судьбами герой что мириться приехал правильно дорога красным тебе заказаны все твои грязные делишки выплыли наружу ремонт заблудился в таком случае езжай к своему кугоры он недалеко что боишься нет байзак я к тебе не с миром пришел неужели может нам бродягам войну объявишь да негодяй только за этим я здесь хочешь жить принимай условия не обрекай людей на новые муки вернешься на озеро и будешь просить прощения уберите его а убирайтесь пока целы байзак Байзак, выходи, только ты мне один нужен. Мы еще встретимся, Байзак. Ты что, ты что не дотрога? Понимаю, мой повелитель, тебе плохо, но не падай духом, я помогу тебе. Пошел вон. Нет, сперва ты выслушай меня. Думаешь, он верит кугоры, хоть и подбросил ему такую приманку? А вдруг нарушит свое же условие и с помощью аргынов уйдет через перевал? Тогда он вас за кордоном отправит к Аллаху в рай. Что ты мне предлагаешь? Вот что. Вызови аргынов на Байгу. Если победишь в скачке, тебя никто пальцем не тронет. Здесь нет моего скакуна. Мой повелитель, мудрец трижды посоветуется с собой, прежде чем дать совет другому. Но будем откровенны, простому человеку не до хитростей. Если придешь первым на скачках, что я буду иметь? Табун лошадей. Очень хорошо, очень хорошо. Старейшины. От имени своего отца, Калмата, я вызываю на Байгу весь ваш род. Ну и хвальбишка. Ты где научился такой наглости, выскочка? Эй, молокосос, ты хоть представляешь, в каком ты сейчас положении? Сын Калмата, я хочу знать твою ставку. Моя голова. Твоя голова и так в моих руках. А если ты такой храбрый, поставь на Байгу перевал, который в руках твоего отца. Хорошо, я согласен. Сын Калмата хочет достойно умереть. Стоит ли ему мешать? Только запомни, проиграешь сам отрублю тебе голову. Что он там? Не шелохнется. За это время мясо сварилось бы. Отец его знает, чего он умолк. Эй, длинноухие шаки. Берите меня. Не кончились бы патроны, показал бы я вам. Да и ей тут не место. Да и ей тут не место. Оргыны, я готов. Оргыны, я готов. Благослови Господь. Оргыны, я готов. ПАНГ! ПАНГ! Ха-ха-ха! Кайдан, педесис? Откуда вам это известно? Оттай вызвал Аргенов на Байгу Надо помочь Оттаю В этих скачках ему поможет только Всевышний Эх, Аксакал, если бы он был на небе, тогда не было бы мне так трудно на земле ПАНГ! 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 Это будет справедливо? О, Господи, неужели это Атай? Он, он. Несчастный. Видно, сильно разбился. Вся рубашка в крови. Бедный мальчик. О, Боже, сохрани, на нем живого места нет. Победа моя. Свобода у нее, русский фанум. Да, но Атаман слов на ветер не бросает. Ты же хотел отрезать ему голову сам. Разрешаю. Байзак, ты опозорил весь род. Ты нарушил Божий суд и потому не видит себя добра. Ты подобен волку в капкане. Будь ты проклят. Будь проклят духами предков, Байзак. Прекратите глотки драть. Не забывайте, что я еще отец контрабанды. Никто не пригодит мне дорогу. Вы там у меня еще будете просить милостыню? Прочь, в сторону. Калмат едет. Калмат со своими джигитами. Шторты породевали. Все, кто с оружием, вперед, быстрее. Что-то я стал плохо видеть. Глянь, кто это там еще скачет. Эй, родичи, куда вы? Не в ту сторону бежите. Калмата встречайте. Ибрай, ты сообщишь Батыру о смерти его сына. Сен-Чердот. Подожди меня здесь. Калмата. Калмата. Поговорили. Калмата. Осторожно, Карабалта! Он снова тебя обманет. Свяжи его. Сдаюсь, сдаюсь. Вези к своему хозяину. Может, дадут тебе лишний кусок хлеба за то, что поймал отца контрабанды. Болташ! Отойди, Калыча. Нет, Байзак. Как отец контрабанды, ты мертв. Но ты нанес мне оскорбление. Я с тобой рассчитаюсь по киргизскому обычаю. Или ты кровью своей смоешь мой позор. Или я унесу его с собой в эту пропасть. Болташ! Дихандар! Дихкани! Вы, наконец, поняли, что Байзак обманывал вас? Опутав ложью и угрозами, он увозил вас от новой жизни. Возвращайтесь назад. Обрабатывайте землю. Выращивайте хлеб. Ведь эти горы из Сыкуль, из покон веков ваши. Теперь эту землю никто не отберет у вас. Советская власть будет ее оберегать. Байзак обман! Дядя Байзак, простите Карабалту. Пожалейте его. Дядя Байзак, помиритесь, пожалуйста. Дядя Байзак. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok